приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание чистому четвергу поговорим о народных приметах на этот день также поговорим о том что можно делать в этот день что нельзя делать этот день но и также дадим определенные советы рекомендации как в этот день и вы можете привлечь изобилие достаток и благополучия в свой дом и в свою жизнь знаете чистый четверг сам по себе этот день который наполнен уже радостным предвкушением совсем скоро наступит главный православный праздник поэтому труд в этот день в радость ведь большому событию нужно все-таки как следует подготовиться и в этот день иисус христос позвал на ужин своих учеников где рассказал о предстоящем предательстве одного и троекратном отречении от него другого последователя он поведал им о своем распятии и воскрешении на третий день после смерти поэтому важное событие этого чистого четверга это установление таинства причастия иисус христос пустил хлеб по кругу и сказал что это тело а вино передано им его ученикам он назвал кровью своей спаситель сам омыл ноги всем своим ученикам и по церковным правилам каждый православный в этот день обязательно должен сходить вечером в храм совершить молитвы исповедоваться и причаститься не этот исторический день еще и назван тайной вечерей и в народе сохранилось вот много народных примет обычая в которой связано с чистым четвергов и наверное очищение это главный смысл этого праздника в четвертый день перед пасхой необходимо навести порядок в доме в своей голове но прежде как следует стоит искупаться потому что чистота как известно залог здоровья как физического так и душевного добрый народные приметы считается ранний подъем и раннее купание причем еще до восхода солнца утренняя вода обладает особой силой а также очищает и смывает все дурное если умыться водой из тазов которые предварительно кинуть серебряную ложку или серебряное украшение или монетку то получится надолго сохранить красоту здоровья и цветущий вид даже если вы проспали рассвет и у вас нет серебра или таза чтобы в нем умыться в этот день стоит как минимум искупаться считается что если не сделать этого то весь следующий год будут сопровождать беды и неудачи завершив очищение телесное следует заняться и чистотой своего дома в этот день принято наводить порядок дома готовясь к светлому воскресенье убираться после чистого четверга нельзя вплоть до самой пасхи самое время провести генеральную уборку помыть окна стены полы и потолки считается кто пасху в грязи встретит у того весь год будет полон неприятностей ссор и разочарований не забывайте и о стирке чистым должно быть не только тело но и ваша одежда из дома вынесите все лишнее ссор паутины хлам сделав это в следующий год вы вступите без груза собственных страхов и негативных эмоций также разберите вещи если чем-то не пользуйтесь больше года лучше это отдать нуждающимся так вы и другим поможете и в своей жизни место для чего-то нового освободите а вот плохая народная примета оставлять в этот день немытую посуду и замоченное но не стиранное белье как следует искупавшись и прибравшись наши предки приступали готовки и здесь также были свои определенные традиции и суеверия четверг перед великой пасхой принято начинать готовить праздничные куличи замешивать тесто и заготавливать основу для выпечки делать это раньше чистого четверга нельзя иначе считалось что тесто пропадет согласно народным приметам если первый приготовленный в семье кулич получился мягким и румяным это к добру и удачи а если сухими черствуем то горестям и невзгодам чистый четверг принято не только готовить пасхи но и красить яйца и здесь важно не лениться и успеть сделать все дела в течение дня чтобы в будущем не столкнуться с определенными неприятностями пасхальные заготовки состоят из них из непостных продуктов так что их и приготовление станет еще проверкой вас на прочность пробовать праздничную еду в этот день нельзя конечно же в этот день есть интересные народные приметы и ритуалы которые проводят на непременно в этот день например можно сделать так чтобы деньги водились весь год в доме поэтому не упустите возможность и проведите обряды на привлечение достатка тем более они очень простые и доступны для каждого желающего но самые знаменитые народные приметы передаются с поколением в поколение как с которыми мы хотим и с вами поделиться во-первых в этот день не одалживайте знакомым и соседям деньги не закладывайте в ломбард ювелирные украшения в этот день под потом не будет финансов удачи и здоровья сделайте перестановку или просто поменяйте некоторые вещи с места на место и проблемы с просто исчезнут а перемены улучшат ваше финансовое положение в этот день ни в коем случае не поднимайте земли монеты и купюры даже самого крупного номинала подобранные на улицах деньги счастья в дом не принят не принесут если в этот день в жилище не убираться оставить окна грязными и не выбросить хлам деньги не будут водиться целый год также в этот день в чистый четверг обязательно трижды пересчитайте все купюры и монеты что есть вашей квартире или в доме и тогда их количество вскоре только приумножится великий четверг как мы уже сказали вы можете приступить уже к выпечке куличей на пасху и красить яйца конечно же опара готовится заранее а кроме куличей делаются пасхи из творога и много других праздничных блюд которые предназначены для угощения великое воскресенье христова есть одна народная примета по поводу пасхального кулича если он у хозяйки получился хорошим то это считалось добрым продзнаменованием обещавшим благополучный и богатый год а вот испорченный кулич нужно обязательно и быстро выбросить никому о нем не рассказывай и испечь новый тогда плохая народная примета точно не сбудется все пасхальные блюда готовятся используя рецепты на праздник так как и от качества зависит как проведет семья следующий год тем кто любит салаты из редиски с яйцом можно подготовить уже соответствующие ингредиенты в этот день нужно красить яйца для чего привлекаются все члены семьи и вы знаете детки очень любят участвовать в этом процессе ведь они тоже чувствуют радость от приближения большого праздника время последних приготовлений к пасхе подходит концу не исключает духовную работу и осмысление великого события воскрешение креста также талисманом в этот день для вашей семьи может стать четверговая соль конечно ее можно приготовить только раз в году в ночь с великой среды и на чистый четверг вы можете приготовить чистый четверг но обязательно обращаю ваше внимание до захода солнца также обращаем внимание что рецепт приготовления такой соли черной соли у нас есть видео на нашем youtube канале поэтому зайдите после этого видео на youtube и наш канал и просмотрите очень внимательно и вы знаете вот именно эта соль поможет вам решить многие задачи и предотвратить серьезные проблемы это тот оберег который дает силу и энергию на целый год бережет хозяйство от преступных поползней и бедствий а также защищает негативных событий сохраняет здоровье не допускает к людям негативные и навязчивые мысли а также нейтрализует сглаз взгляды и интриги завистливых людей конечно же в этот день есть особо наши предки почитали то что можно и что нельзя делать в чистый четверг дело том что весь день чистого четверга он посвящен очищению физическому нравственному поэтому постарайтесь в четверг провести этот день в труде и тихой молитве стремясь очистить тело и помыслы не приветствуется в этот день шумные праздники также запрещено и употребление алкоголя нельзя давать в долг и отдавать что-то из своих вещей даже во временное пользование другим иначе можно счастье и достаток своей семьи отдать чистый четверг и обращаем ваше внимание продолжается великий пост и послабление в этот день просто нет поэтому стоит придерживаться строгого рациона в конце концов до пасхи всего несколько дней осталось потерпеть совсем немного но еще хотим вам дать некоторые народные приметы этого дня выглянув утром в окно необходимо обратить внимание того кого вы увидите первым по народным приметам увидеть ребенка это значит в будущее учебе девушку к счастью в семье собаку или молодого парня к счастью и только старого человека к неудачам также чистый четверг стригут волосы считается что именно такая вот процедура очищает от всевозможных грехов и если во время уборки вы нашли ранее потерянные вещи то это может вам подарить счастье в вашей семье вы должны понимать что чистый четверг это повод не только навести чистоту в своем доме перевести себя в порядок но очистить душ от всякого душевного хлама грехов и обид наши предки долгими столетиями вы работа вырабатывали традиции проведения именно этого дня вот друзья что мы хотели с вами основное и важно рассказать об этом великом дне о чистом четверге друзья с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно заходите и на наш телеграм-канал ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео также ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии друзья прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимаете смотрите там очень много для вас полезной важной нужной и интересной информации всех с наступающими праздниками будьте здоровы берегите себя